Ваш смех С доисторических времен памятник удалому купцу Калашникову был главной достопримечательностью города Кукуева. Древние летописи сохранили предания о том, как однажды легендарный купец остановился здесь подковать коня. С той памятной ночи каждый кукуевец втайне гордился тем, что является прямым потомком неутомимого купца. В наступившие исторические времена комиссия губкультпросвета постановила убрать незадачливого купца с пьедестала, а на его место водрузить академика Тимирязева. Оставалось решить лишь последний вопрос. Быть академику бешим или конным? Эй, папаша, ну куда ты в лес? Куда ты в лес? Уходи, дед! Уберите, уберите вас тут! Уходи! Такой кадр запорожил! Туда? Уберите этого идиота! Что вы делаете? Что вы делаете? Что вы делаете? Что вы делаете? А ты смотри, что у какой Зейштейна не получил. Не волнуйтесь, у какой Зейштейна не получится. Эй, товарищи! Кручим и жили! Давай, товарищи! Осторожно, голубчики! Ради бога, не раскалите! В каждом городе есть свой сумасшедший, которого все жалеют и считают достопримечательностью наравне с булыжной мостовой на главной улице. Есть в каждом городе свой изобретатель. Его тоже жалеют, но побаиваются. Бабский был одновременно и тем, и другим. Однажды он изобрел машину для изготовления пельменей с неслыханной производительностью. Три миллиона штук в час. И назвал ее Скоропищ Бабского. Спуском этой машины в городе должно было наступить полное изобилие. В честь выдающегося изобретения Кукуев был срочно переименован в Пищеслав. На второй день все перекрестки были завалены протухшими пельменями. А на третий день в городе кончились годовые запасы муки и мяса. Машина была передана в Краеведческий музей. Пищеславцы подумывали о возвращении городу прежнего названия. Но оказалось, что проще переименовать город, чем вернуть ему старое доброе имя. Так он навсегда и остался Пищеслав. Кто это сделал? Всех разгоню отсюда к чертовой матери! Это никому нам отравни, поддель! Умежит, батюшки! Бернардов! Умежит! Бывший солист императорской оперы Бернардов долго колебался в своем отношении к революции, пока не решил, что деваться от нее все равно некуда, и поэтому ее следует принять. Он признал советскую власть несколько позже Англии, но чуть раньше Греции. Ну, час настал, но час настал, и вот я умираю, и вот я умираю. Так, напряжения все-таки достаточно, можно приступать. Ну, что такое? Ну, опять, опять этот Бабский перекрыл воду. Ну, черт, да какие же это порты! Бернард, что? Где мое мылое? Откуда я знаю? А-а-а, чудо века! Я назову его Веснулин Папского. Он спасет человечество, он избавит его от веснушек. Подумать только, ни одной веснушки, ни одной веснушки! Все врачи, нет, не из паники! Что происходит? Как все в бою? Сядь, покрышки! Колундра! Всем занять места по авральному расписанию! Однажды, во время военного парада Песчеславской речной флотилии, боцман Борис Абрамович Годунов посадил свой боевой буксир на мель, за что был незамедлительно списан на берег и свою дальнейшую жизнь посвятил беззаветному служению искусства живописи и вояния. Ну что, живой? Потрясающий эффект! Бесконечно большое количество, бесконечно мал... Абэ... Доктора! Иду! Доктор Справченко был глубоко убежден, что от всех болезней человечество может спасти только универсальное патентованное средство буридан. Эта истина была для него столь же незыблема, как клятва Гиппократа. Ну вот мы его сейчас буриданчиком. Заря нового рабочего дня занималась вполне буднично и не сулила никаких неожиданностей старшему регистратору Клопа Егору Карловичу Филюре. Если бы кто-нибудь предсказал ему, что он стоит на пороге событий удивительных и невероятных, он бы просто досадливо отмахнулся. Ну, бабушки. Чего-нибудь новенькое изобрели? Что-нибудь? Мой Веснулин навеки сотрет с лица человечества Веснушки. Скажите, бабушки, а изобретателем трудно быть? А, сущие пустяки. И что это дает? В каком смысле? В материальном. Не считал. Думаю, рублей 60. В месяц. В год. И оно вам надо? Так оно само там вертится. Нет, бабушки, и вы типичный кустарь-одиночка. А времена одиночек кончились теперь. Теперь за все отвечает коллектив. Так что давайте-ка к нам. Клоп. А чем там у вас в Клопе занимается? Как вам не стыдно, бабушки. Клоп, это силища. Сейчас, сейчас, сейчас. Одинаковые люди на конвейере стоят и штампуют одинаковых людей. Одинаковые люди сделают больше норовят. Жаль, что только не хватает запчастей. Если что-то не то, если что-то не так, это брак. Это брак. Это брак. О-о-о-о-о-о-о-о-о. Жаль, что ищут. Одинаковые люди контролёры ОТК От слоняния от стандартов пресекут, Одинаковыми будут скоро все наверняка И все гором одинаково спалиют. Если что-то не то, если что-то не так, это брак. Одинаковые люди в одинаковых штанах Мысли общие, и цель у нас одна Берегитесь, худо будет, кто не с той ноги встает Не похож на нас ни в профиль, ни анфас Если что-то не то, если что-то не то Если что-то не так, если что-то не так Это брак, это брак, это брак Одинаковые люди, это очень хорошо Это просто замечательно до слез Одинаковые люди любят абсолютно всех за то Что все вместе не хватает с неба звезд Если что-то не то, если что-то не так Это брак, это брак Алло, я у телефона Что, Катя, дверь, что? Не знаю, вот давайте приезжайте Приезжайте, жалуйтесь, решайте Вот, да, я Каин, да, говорите Нет! Нет и не было! Еще недавно Каин Доброгласов верой и правдой служил в одном из столичных наркоматов В кратчайший срок он сумел довести дело до полного развала За что был освобожден от занимаемой должности В связи с переходом на другую работу И направлен Песчеслав на укрепление глубинки С подлинно столичным размахом Каин Александрович взялся за преобразование Клопа Во всех начинаниях рядом с ним неизменно находился друг, товарищ и брат Младший брат Павель Доброгласов Ну-ка, чем порадуешь народ? Вот Оригинальный замысел А что? Похож, деловит, скромен Узнаю брата Каина Ну, а как назвать-то, думаешь, полотно? А название уже есть На боевом пашту Название хорошее Нет, не то Название должно стрелять Бить просто в десятку Впрочем, слово пост можно оставить Но не хватает тут глобальности Это ведь не просто пост Великий? Как? Великий Великий Пост Верно Вообще-то у нас искусство очень В большом долгу Еще в каком? Верно, верно Монументальная пропаганда Отстает Можете себе представить? Не то, что отстает Вообще не отвечает требованиям Точно Вот стоит Глыбина Зря пропадает Эти деятели из чего вздумали? Академика Тимирязева на коне Что у нас? Достойных мало? Некого поставить? Как это некого? Найдем! Как бы ни бурлила жизнь Клопа Но ровно в полдень Все самые срочные дела Откладывались И начиналось большое Клоповское чайпитие Именно в этот час В дверь Клопа Робко вошла судьба В облике изобретателя бабского Но Никто этого не заметил Вам какой этаж? Уважаемый Здесь всего два этажа И вообще уже давно Никто никуда не едет Простите, вы не подскажите Там смотри Там все написано Промедление грозит аннулировать Сдаешь? Нет А теперь? Нет Я тебя Слушай, я же мог тебя видеть Слушай, ты же еще не записался В общество друзей животных? Нет Так, ты запишись Хорошо Нет, ты прямо сейчас ступи Гони полтинник Пожалуйста Членская книжка с собой? Нет Плохо Ладно За Маркови зайдешь завтра Хорошо Стой! Слушай Ведь ты же еще не варшинский стрелок Как это я сразу не сообразил Да небось еще и за Добрахим В этом году не заплатил Сколько? Пьюти Ура Пьюти Костя Так Так Газетка сверхненькая? Сверо Так 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 Что слышно нового у нас в Петчеславе? А что в Петчеславе может быть нового? Под Париже, например. Уже давно все пудрятся не пудрой, а тальком. Тальк, по-моему, такая гадость. Тальк-гадость? Нет, я убиваюсь этим фактом. Так, поздравляю всех. Должна вам сообщить, я только что из месткома. У вас общественная работа недостаточно поставлена. Как вы не достались в Казахстане? А так, не целиком мы размахнулись. Нет, почему же именно целиком? Где до конца раскачались. А как же лыжная вылазка? Спокойно, юноша. То было зимой. А теперь уже пора отчитываться по грибной вылазке. Гибче надо быть, гибче. Извините, но я лично чересчур гибкая. Как это вы можете быть гибкая? Значит, по-вашему, вы гибкая. А я не гибкая. Именно я-то как раз, товарищ, и гибкая. Очень гибкая. Очень. Поэтому я пришла вас всех поздравить. Хотя до сих пор не понимаю, за что вам дали первое место и ценный приз. Чего? Как? Что, всем? Вноси! Извините, о господи. А это что, шоколадный торт? Можно? Давай. Какая прелесть. Так. Вы как хотите, а из этого надо немедленно сделать соответствующие урквыводы. Уже как я устала от ваших урквыводов. Чуть что, сразу урквыводы. Только чтобы не было, как в прошлый раз. Остань. А что было в прошлый раз? Не помню. Вот именно. Я все, пап. Кто следующий? Пашник. Филюрин? Все. Не густо. Ну, я вас прошу. Ну, как мужчина, мужчина. До зарплаты, а? Граф, вы промотались на бегах. Перестаньте, Филюрин. Он не такой. Он чист, как ребенок. Да-да, я забыл, что днем он работает, а по ночам конспектирует антидюринг. Вот, пожалуйста. Это за меня, а это за Костю. К черту ваши урквыводы. Лично из-за них ходишь голые босы. Вот. Отдаю все, что имею. Ну, разве это все? А вам мало. Ах, Рита, если бы вы отдали мне еще руку и сердце. Фу, Фунда. Отдать вам руку и сердце. И навсегда расстаться со своей мечтой. Ну, почему вы мне отдаете руку и сердце, и дальше мечтаем вместе? Только без пошлостей. Ну, что вы, наоборот. Да разве вы умеете мечтать? Мечта это... Это... Это лето проводить в Швеции, А зиму в знойной Бразилии. Рио-де-Жанейро, пляж Капакабана. Рио-де-Жанейро, пляж и карнавал. Рио-де-Жанейро, поздно или рано. Я хочу, чтоб ты меня позвала Капакабана. Капакабана. Может, я сюда не буду? Капакабана. В сердце навсегда. Капакабана. Капакабана. Куда не ходят, мало ядов. О-о-о. О-о-о. В городе Париже Эйфелева башня, В городе Париже Люксембургский сад. А ночам в Париже не забывая страшно, Там он подсюда в ломбочки горит. Капакабана. 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 В сердце навсегда. Капакабана. Капакабана. Куда не ходят поезда. А-а-а. О-о-о. Вот бы в Монте-Карло закатиться на день И последний рубль бросить в казино. А потом на ужин съездить, Бабем-бабем, Ведь мечтать пока разрешено. Капакабана. 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 В сердце навсегда. Капакабана. Капакабана. Куда. Капакабана. 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 В сердце навсегда. Капакабана. Копакабана, копакабана, копакабана Сельсы навсегда Копакабана, копакабана Ну туда, как почему туда, ну почему туда Ну почему туда? Никого-то на твои туда! Добрый день сезон! Послушайте, мы не на базаре. Ладно, я добуду его вам. Живого или мертвого? Господи, зачем же мне мертвый иностранец? Понял, добуду живого, а сам повешусь от любви. Буду спрашивать, ушел на актив. Осторожно! Гражданин, гражданин, пожалуйста, идите помогите. Вот так. Аккуратно, аккуратно. Да, знатный отчет. Не затопите за кого. Убьют братья Пыль в базаре. Столичный размок. Как только приедете в Москву, немедленно в Глав. Сдадите отчет, а потом, пожалуйста, гум, цунг, пассаж, славянский базар. Как промотаетесь, сразу назад. Осторожно, осторожненько. Филюрин. Бабский. А вы что здесь делаете? Я решила, что вы правы. Времена гениев-одиночек прошли, и я решил слиться с коллективом. Давно вы так? Хочу отметить, что я пришел не с пустыми руками. А это что за драндулет? Ага, это бицикл Бабского. Просто в эксплуатации и совершенно не потребляет горючее. Да, сильная вещь. Эх, мне поразвернуться. Ладно, Бабский, у меня важные дела. Егор, а как же мои проекты? Потом. Как это? Потом, потом. А когда ж я буду сливаться с коллективом? Общественный Бабский, выше личного. Че это? Давай. Бежим, Бабский! В сторону, в сторону! Снимай! Снимай их! Гениальные кадры! Стихи Прокрессы все сметает на своем пути. Вольба старого и нового! Товарищ Бендер, что приветствуйте общественность? Вот так, очень хорошо. Улыбайтесь. Отлично! Товарищ Скузи Баб, активнее, активнее улыбайтесь! Замечательно! Замечательно! Снимай, 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 снимай! Отлично! Товарищ Бендер! Товарищ Бендер, куда же вы? Велюрин! Егор! Ты где? Велюрин! Ты смотри, чтобы как у Вертова не получилось! Не волнуйтесь, как у Вертова не получится! Замечательно! 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 А! А! Вот и вы попали под колеса цивилизации, бабский. И оно вам надо? Ну, какая же это цивилизация? Автомобиль, это вчерашний день. А может, беда цикла, это, конечно, завтрашний день? Почему завтрашний? Сегодняшний. Вот оно действительно будущее человечества. У этой машины КПД больше единицы. У нее нет границ ни во времени, ни в пространстве. Чего? Как-то нет границ. Без визы, что ли? А при чем тут визы? Это же машина времени. На ней человечество совершит рвок в светлое будущее. Подождите, бабский. Во-первых, зачем же сразу все человечество? Начните сперва с кого-нибудь одного. Во-вторых, зачем же в будущее? Вот если бы в прошлое. Ну, если бы вы знали, как хочется еще разок пожить в буржуазном обществе. Это исключено. Если бы можно было отправиться в прошлое, то его можно было бы изменить. Так в прошлом ничего менять не надо. Глупости вы говорите, Егор. Э-э-э, бабский. Куда же вы, мы же не договорили. Пустой разговор. И так, мы находимся на главной площади города Писчеслава. Посмотрите вон туда. Вы видите особняк, построенный в стиле эклектик. Стоимость сооружения 2 миллиона. Старыми. Художественной ценности не имеет. Сейчас в нем расположился Клоуп. Мистер Пип спрашивает, что такое Клоуп. Ну, как Клоуп, это Клоуп. Мистер Пип интересуется, чем занимается Клоуп. Скажите вашему мистеру, чтоб не отвлекался. У нас впереди большая программа. Туристы. Ах, вы мои хорошие. А теперь посмотрите вот туда. Это памятник Писцу Калашникову. Купец Калашникову. Купец Калашникову. Ноу, ноу. Я не есть купец. Ай-эм Тори. Член профсоюза. Ферштынь. Господа, не обращайте внимания. Памятник на реставрацию. Мистер Пип, приходи к нам в Клоуп. У нас там сегодня чудесные между собой. Мистер Пип. Мистер Пип, приходи к нам в Клоуп. Я буду к нам в Клоуп. Не мешайте. Нам надо еще успеть купить самовары и балалайки. Ай-эм Филюрин. Меня там каждая собака знает, спросишь? Да ну! Приходи, Пип. Поехали! Вашем гостеприимство. Шумел камыш, деревья гнули. Ремчист. Так ты приходи, Пип. Я буду ждать. Эй, мистер! Мистер Пип, парни. Угу. Импортный акт. Как только сядем надо сразу дверь закрепить, Бесполезно. Действительно, в Клоопе ничего не скроешь. Поразительное дело. Что это такое? Филюрин! Это вы опять со своими фокусами. А почему не через дверь? Там в коридоре стоит ваш разоврак. И такой темный-темный. Грозится убить каждого, кто на вас укусится. Вы не представляете, как он меня любит. Почему же не представляешь? Я кретин какой-то. Это сей разовраки. Замечательный мужчина. Да? Но у него есть один недостаток. Он не иностранец. Кстати, об иностранцах совсем забыл. Вот. Импорт? А вот в Европе сейчас моден именно острый запах. Вы уверены? Да. Прелесть какая. Это все? Будет настоящий иностранец. О, это, наверное, он. Иисус! 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 Что ж вы его не держали? Ну, чем же мне его держать, когда у меня руки заняты? Он какой-то ненормальный. Какой-то. Это бывший муж нашей Риточки. Минуточку. Разовраки. Это ж его канутье. Я узнала. Он ведь все-таки грек. А греки все ужасно ревнивы. Ужасно. Что вы? Разве он грек? Греки иностранцы, а этот так. Он таки дождется, что я спущу его с лестницы. Разовраки. Да. Забери. Хам. Я уже начал побаиваться за мой патефончик. А я вообще не понимаю, почему личные отношения нужно было снять на работе. Это что? Вся водка? Не хватит. Да. Ты что? Там какой-то псих. Он просил передать вам Рита, что любит вас по-прежнему. И убьет всякого, кто покусится. Знаю, знаю. Как все-таки ревность утомляет. Разовраки! Слышь, ты у меня дыня получишь. Это что, вся водка, да? А скажите, пожалуйста, к какой школе вы принадлежите? Я-то... Ну, к разным. В настоящее время я диалектический станковист. А начинал? Ну, страшно подумать, как обыкновенный реалист. У Рубенса учился. А разве Рубенс еще жив? Почему жив? Умер? Как? А в газетах ни слова. Спашная пассивная да уборочная, уборочная да пассивная. А тут Рубенс умер и ни слова. Может, вы путаете? Да ничего не путаю. Дуба дал ваш Рубенс. Так, поздравляю всех. Это что такое? Культурная программа? Да. Очень хорошо. А вы знаете, кто? Рита? Да. Разовраки просил вам передать в собственные руки. Прошу зачитать вслух. Ну что ж, неудобно. А что неудобно-то? Костя. Вернись, я все прощу. Ну-ка, я ему сейчас вернулась. Сигидилия Карповна, мы так рады вас видеть. Я тоже очень рада. Сигидилия Карповна? Да. Угу. Товарищи, это что, вся водка? Угу. Сигидилия дорогая. Но не все же пьют. Пьют все. Особенно, если на халяву. Но главное не это. Должны прийти Каин и Авель Александрович. А-а-а! Но учтите, пьют как звери. Неужели? Значит, придется раскошеливаться. Конечно. Имейте в виду. Это из культфонда. Так что путевок до конца года даже и не бросить. А теперь танцы. Какие танцы? Стой не на край. Ангаже вода. Ммм. Доктор, а? Ну, доктор. А это правда, что вы творите буквально чудеса с вашим Гуриданом? Буквально? Да. На Костю. Почему обязательно Костю? Больше нету. Там за дверью стоит этот дикарь. Разобрать. Ну и что? В конце концов я. Мужчина. Мужчина. Может быть, попросим этого художника? Да что? Ташему деньги с конца не знаете художников. Вы слышите, какой страстный голос? Это я пою. Доктор, скажите, а мне можно впрыскивать Буридан? Вам? Ага. Конечно. Спокойно. Недавно приходит ко мне одна старушка ваших лет. Ну, немного постарше. Ей натурально. А вчера встречали? Бутылки пересчитайте, чтобы вас не надули. Деньги, деньги не потеряйте. Осторожно. Недавно. Пусть печи не забудьте! Пусть печи не забудьте! Осталось бы мне быть новенькой. Это не знаю. Тонгори, Чарльз Стон. Чарльз Стон, по-моему, такая гадость. Чарльз Стон гадость? Я упиваюсь этим фактором. Чарльз Стон... Я упиваюсь этим фактором. А им с ним тоже? Да, гадость. Откуда это было? Это живот. Осторожно, патефон. Пип! Нашел все-таки! Неа! Юаай зе монумент. Язык, ВЕСТИ, Киев, обкос. О, обещанный. Знакомьтесь, Рита. Мой американский френд. Мистер Пип. Мой русский френд. Чего пиваешь этим фактом? Настоящий. Это мой бывший муж, он тоже иностранец, но не настоящий. Не обращайте его в внимание. Вы наш иностранный гость. Чувствуете себя красиво. Ну, он у меня сейчас не доиграет. Какая филища. Замечать. Слончак. Настоящий. Настоящий полушерсть. Что не говори о предметы, предметы вечной культуры на Западе. Очень, очень недурные. Зато они отстают в духовном смысле. Ну, мистер Пип, мистер Пип, продайте мне ваш костюм. Я так морально устал без костюма. Костюм? Ну, что вы с ним по-русски разговариваете? Он же иностранец. Конечно, он же спитый английский. Уж не говаринский мужик. Ну, Америка. Давай. Гостюм можно. Да, да, гостю можно. Ну, взаимное понимание. Ты наш человек! Вот так и закатись с головой. Все, мое терпение кочнусь. Ничего, сейчас мы ему покажем. Он убьет его. Поздравляю. Так, держать. Товарищ, ищите непроторенных путей. Но не уклоняйтесь от столбовой дороги. Пожалуйста, проходите. Золотые слова, проходите. О, вон там, яргерц. Иностранец? Где? Да. Это иностранный гость, который специально приехал нас поздравить. Это наш американский друг, мистер Пип. Яс, Пип. Согласовали? О, как же, правда, Пип? Яс, мой русский друг. Пожалуйста, проходите, садитесь на почетное место. Поставьте, посту, наконец-то. Вот и художник с нами. Вот, жизнь изучаю, согласно ваших заветов. Дорогие Каин и Авель Александровичи, коллектив к празднованию готов. Доктор, что вы делаете? Я... Доктор, что вы делаете? Ваше руководство. О, господи, ни пельмеса по-русски не понимает. Ну, ваши шефы, работодатели, работодатели, yes? Работодатель, yes. Я, я есть искать работу, искать. Work, 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 work. Браво, браво, шутка. Ноу-шутка, ноу-шутка. Я есть безработный. Филюрин! Что ты мне подсунул? Он же безработный. Yes. Пошли отсюда. Нам не хватало еще международного скандала. Каин, ну, Александрович, ну куда же? Каин! Каин! Без очереди! Каин! 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 Даже отпраздновать не смогли по-людски. Ну, при чем тут я? Кто же виноват, что у них там кризис? Вот Пип, типичное дитя этого кризиса. Интересно получается. У них кризис. А я ходи голая-босая. Рита. Еще Маркс предупреждал об этом. Вы что, уже и Марксу не верите? Да идите вы в баню. Да что мы смотрим? Так, взяли. И десять! Нет! Только не туда! Разворачивай! 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 Калович! Калович! Я за тобой! Я за тобой! Пип! Калович! Народный завал! А, гот! Кепочка нашла! Калович! Ну, Сеньки! А правда, Пик, пошли в баню! Михеевич пивка выставит! О, со стола прихватил! Я в бане фул! Калович! 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 Ой! Михеевич! Ну ты чё? Давай, поддай жару-то! Иду, иду! Где же ты так, милок? Михеевич! Ну сколько тебя ждать-то? Калович! Что за гадость такая? Много ты понимаешь, это же импортное! Разве наши такую пену дат? Наши нет! Наши бывают! Трёшь, трёшь всё без толку! Иди, короче! Она никак за один раз всё сванится! Ах! 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 Ты бы одолжил мне обмылочек, а! Вот и обмылочек! Ах! Ты давай, суетись! Суетись давай! Сейчас, сейчас, сейчас! Капиточком! Даёт! Ух! Ах! Сейчас! Хорошо! Ну теперь давай спинку! С мальчалочком! Ну как думаешь, давай! Что ваша сабина! Давай! Карлович, ты где? Ты чё, пьяный что ли? Здесь? Ээээ! Причём есть! Кончай, Карлович! Что за дурацкие шутки? Аааа! Где мои ноги? Я не жедрё на кухню! Материалич! Чёрт меня ж! Ты что?! Глаз прямо! Карлович! Голубчик! Где ты? Покажись! Да вот же я! Где я? Что ж ты? Не погуби парина! Дети ж малые! Не погуби парина! Пип! Фрэнк собачий! Что ты за мной делаешь? Материалово! О-о! Загадочный русский душа! Я тебе дам душа! Чем ты вернулся! Сука! Преступом прошу! Отдай парину тело! Наконено тебе! Ты приехал и ехал! А нам тут жить! Не губи! Не губи! В зеркале меня нету! Не хочу! Мне к добру это! Ой, что же ты делаешь? Ой, мамочки! Пропал! 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 Ну что же это такое? Ой! Эй, Голович! Эй, мистер! Ротики! Помогите! Эй, Голович! Where are you? Эй, Голович! Всю ночь благородный мистер Бип метался по городу в поисках своего Russian friend и оказался в конце концов в таких отдаленных переулках, что их даже не успели переименовать. Дальнейшие следы мистера затерялись среди бескрайних российских просторов. Ходят слухи, что теперь он трудится на одной из ударных строек и даже награжден почетной грамотой. Не терпи! 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 Уволя! Ой, уволят! Как вы-то там черти носят! Это я, Филюрин! Я ключ потерял. Ай, спасибо бабский! Совсем продрог после бани! Филюрин! И рубашки и брюки. Что-то шутки дурацкие! Да какие шутки, я же вам говорю! Все пропало! Даже тело! Как тело? Да вот так! А где вы? Откуда я знаю? Я мыло нашел на улице. Присяду, ноги не держат. В коробочке такой маленький. Какой? Железный? Ну да, с этикеткой такой еще иностранной на крышке. А, мой веснулин! Куда ты его делал? Ну как куда делал? Намылился и вот исчез. Значит, вместе с веснушками исчезло и тело? Да какие еще к черту веснушки? У меня их отродясь не было. Такого даже я не мог предвидеть. Я создал невидимку. Так это вы! Первый невидимка в стране во всем мире. Потом пойдут сотни, тысячи. Но вы первый. Да не хочу я быть никаким первым. Послушайте, мне завтра к девяти на работу. Верните мне тело, бабский. Чудак-человек, как же я могу вернуть вам ваше тело? Как взяли, так и вернулись. Над этой проблемой человечество бьется веками. Все ваши жизни не хватит на это. Ах, жизни не хватит, это... Твоей жизни не хватит. Отдай его тело! Что вы делаете? Все разница! Возьмем! Комукулус! Фурдалак! Отдайся! А вот мы его сейчас буритаем. Близко не подходи, живым не дамся! Ну вот, а боялись водки не хватит. Филюрин, положите скелет на место, он чужой. Будете за него отвечать. Паландра! Бог потел неделю не зря, нам планету эту дворя, разделив ее на моря и сушу. Бог чудак, как лучше хотел, налых пил из глины он тело, А в тела нам птицнуть сумел он тушу. Она торчит там, как аршлин, С вершений жаждет и вершин. В моей душе, то вкусно, то тревожно, В моей душе, тоска, как острый нож. Без тела жить, без тела жить возможно, А без души ни дня не проживешь. Бьются волны сушу кружа, В бренном теле стонет душа, Что ей надо, жизнь хороша. Да, конечно. Нас заели хамство и быт, Тело, что поело и пить, А душа болит и скулит овечий нам. Как нас судьба не потрошит, На Бога все же не грешит. В моей душе, В моей душе, то грустно, то тревожно, В моей душе, тоска, как острый нож. Без тела жить, без тела жить возможно, А без души ни дня не проживешь. В моей душе, то грустно, то тревожно, В моей душе, тоска, как острый нож. Без тела жить, без тела жить возможно, А без души ни дня не проживешь. Ну, все. Мое терпение лопнуло. Малому вчерашнему скандалу он сегодня вообще не явился. Ну, все. Его просто наплевать на коллектив. А ведь сколько боролись за приз. Да что там приз? У него вообще ничего святого. Короче, гнать. Гнать таких надо. Да я здесь. Костя, что за ребячество? А что Костя? Что так все время Костя? Да ты не Костя, это я Филюрин. Меня просто не видно. Ну вот, пожалуйста. А так я здесь, на самом рабочем месте. Не пущу. Пустите меня, я уже не мальчик. Как? Так. Да что вы испугались? А и правда никто не испугался. Да на что вы стоите? А никто не стоит? Филюрин. Что, Ритуля? Филюрин, где вы? Да вы меня прошли. Ну я здесь, ну чуть правее. Ну еще, ну еще, ну смелее, смелее. Вы испугали? Ой. Ну давайте еще раз. О, ну видите, это я Филюрин. Вы что, голый? Ну зачем мне теперь одежды? Жара! Это вы вон напяли на себя тряпок. И паритесь, а у меня тело свободно дышит. О, здорово! Только комары кусают, особенно ночью. Как они меня находят? Рита. Рита, щекотно. Он совсем голый. Так, поздравляю всех. Что же это вашего Филюрина? Нет. Как он не только что был здесь человек. Так, значит ставим прочерк. Не ставим прочерк, человек вышел на секунду. Ай, не морощи мне голову. Филюрин, смылся. Да никуда он не смылся. Филюрин. Угу. Где ваш Филюрин? Филюрин, ну что ж вы молчите? Ну, кудай сюда. Да я смылся. Ну и что? На работу я вышел, как все. Так. Слушаем мою команду. Отставь фокусы! Да что вы их слушаете? Нет тут никакого Филюрин. Нет. Филюрин, что это дело? Что это? Что это? Что это? Что это? Что это? Так. Веселенький девочек. Нет. Сочайно. Не знаю. Еще доберемся. В том первое место давал. Какая прелесть. Я убиваюсь этим фактом. Капризны и причудливы гримасы фортуны. Сотни тысяч скромных советских служащих тщетно пытаются вытащить у него счастливый лотерейный билет. Но для дел невиданных и чудесных судьба избрала самого незаметного среди них Егора Калыча Филюрина. Гитариста-любителя и злостного неплательщика членских взносов. Что вы тут скопились, товарищи? Вы что, невидимку не видели? Нет, не видели. А откуда нам видеть? А как он выглядит? Никак. А что он сейчас делает? Душный всегда. Работает, товарищи. Скажите, а как он себя чувствует? Самочувствие бодрое. Пульс нормальный. Хорошего наполнения, товарищи. Тихо, тихо. Может, может, ему принести что-то? Спасибо, у него все есть. Вернее, теперь ему ничего не нужно. А что с ним будет? Это не нам с вами решать, товарищи. Точных установок пока нет. Пусть он сам ответит. Да пусть он узнается. Пусть он не отрывается. Пусть он выйдет. Пусть он выйдет. Пусть он выйдет. Егор, этот в рот прощит. Скажи пару слов. Ну что я им скажу? Я ведь не оратор, не Максим Гурький какой-нибудь. Ну, побаши им. Это им понравится. Чем? Ну, вот счет, этот пример. Это будет убедительно. Вся. Ну? Молодец. Ух ты. Ну и что дальше? Ну, пусть оденет хоть что-нибудь. В таком виде неприлично. Ха-ха-ха. Костер. М? Егор Карлович, прошу. Здравствуйте, товарищи сослуживцы. Я рад вас видеть. И мы рады видеть тебя, Егор. Егор Карлович, вашу руку. Эй. Хе-хе. Хе-хе. Егор Карлович. На. На. Опа, попал. Товарищи, вступайте в общество друзей и медилки. Так, порублю. Хорошо. Можно больше. Кто больше? Товарищи, кто больше? Хорошо. Все. Так, сюда, пожалуйста. Товарищи, товарищи, не отвлекайтесь, сами себя задерживайте. Я все прав. Товарищи, внимание, давайте проголосуем по первому вопросу. Кто за, прошу поднять руки. Я за. Я тоже. Вот, единогласно. Переходим, товарищи, ко второму вопросу. Слово имеет начальник отдела кадров. Нет, нет. Я пока послушаю. Понял. Кто начнет, товарищи? Только по существу. Ладно, я начну. Имеются данные, что ни пить, ни есть ему не надо. Значит, зарплата его не нужна. Возьмем на его место многодетную мать. Право не имеем. Невидимость законом не запрещена и не является нарушением. Ага. Юсупов. Угу. А, а вот интересно, сколько такой невидимок может жить? Может, он как Дух Святой может жить вечно? Да ты перестань, Дух! С этой вечностью. Совсем обалдели от невидимости. Ну, хорошо, невечно. Но даже если он 200 лет проживет, это ж сколько денег он загребет? Юсупов. Угу. Каких денег, Юсупов? Через 200 лет никаких денег не будет. Господи. Да как дальше они, наконец, будут? А может, черт с ним? Пусть работает. Но при условии. Вся зарплата мне. Представляете, сразу выполняем план по взносу и по тресвости. И по ворошиловским стрелкам. По материнству. Слушайте, я где-то читал, что по Европе тоже бродит какой-то призрак. Ну и что? И ничего. Пусть или бродит по Европе, а у нас пока не Европа. Ясно? А может быть, он вообще вредитель? А что вы думаете? Шпион. Да откуда? В клубе шпионы. У нас не секретная организация. Слава Богу, все отлично знают, чем мы тут занимаемся. Ну, знаете. Так недолго и бдительность потерять. Забыли, в каком окружении мы живем. Они там, на западе. Только и думают, как бы нас подсидеть. Как бы сбить кроп с уверенным поступью. Господи. До сих пор заседаете? Ну как? Мои хорошие. Что решили? Сложно. А ты думаешь, легко? Руководить учреждением, по которому невидимки шатаются. Но нельзя ведь без статьи. Странное заявление. Что значит без статьи? А кадры у нас для чего? Кадры у нас что-нибудь решают? Кадры на статье, все! Мы всегда. А надо всегда. И чтоб я этого невидимку больше не видел. У меня и так не видите. Кто сказал? Я, Филюринг, тоже че. А? А он что? Здесь? Он здесь? Конечно, здесь. Мой вопрос решается. И что, слышал? А как же, я же объяснительный. Так и написал у меня со слухом. Все в порядке, со зрениями, с другими органами. Так что работать я могу, как все. Ты вот что, Филюрин. Нечего истерику закатывать. Как учит нас товарищ Абмишурин. Умел веселиться, умеет вернуться. Товарищи, помогите. Вот и раз. Товарищи, помогите. Только без паники. Какие телекарты? Ну что? Секи телекарты. Дышишь ты сейчас? Голубушка. Секи телекарты. Не уходи. Воды! Сейчас, одну секундочку. Сейчас, сейчас, несу. Вот. Воды скорее! Несу, несу. Да подвиньтесь вы. Ну сейчас. Сейчас. Ну вот, полегчало. Может, еще немного водички? Сиди, делекарты. А-а-а. Что здесь происходит? Открытое собрание. Да вот никак мы вопрос решить не могут. Говорят, сложно. Какой еще вопрос? Да что вы их слушаете? Филюрин, держись! Браба! 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 Стыда у них нет. Устроились здесь чет знает что. Дайте мне вашу руку. Ну может вообще нельзя нервничать? Да разве они понимают? Ну ничего, мы вас покажем европейским силом. Сам доктор Фрейд примет вас без очереди. Осторожно здесь, приступочка! Осторожно! В Европе такими кадрами не разбрасываются. Но мы же хотели как лучше. Прокурору расскажете, что вы хотели. В поисках истины руководители Клоопа обратились к первоисточникам. Тщательно изучив и лично законспектировав в Библию капитал Маркса и Роман Уэллса «Человек-невидимка», Авель Доброгласов кратко доложил соратникам. Нет. Их методы для нас не подходят. А я считаю, пора нам встать на твердую почву материализма. Раз его не видно, значит его нет. Ты эти гнасти больше нигде и никогда не повторяй. Ты, товарищ Абмишурина, никогда живьем не видел, но это не значит, что его нет. Он всегда с нами. Да, черт с ним с невидимкой. Вот скоро у нас ревизия. Если что, спичем на невидимку. Ты смотри, как бы он нас не списал. И что вытворяет герой. Нет, братцы. Невидимки можно противопоставить только невидимку. Как, еще одному? А где чего делать? А значит, ну? Мы не можем ждать милости от природы. Взять их у нее наша задача. Вы что, товарищи? Надо, Кайн, надо. Это я тебе говорю. Твой брат Авель. Нет, нет, я не могу. И потом, с моим моральным обликом, я вряд ли достоин. Знаю. Нет, такие вопросы нельзя решать с кондачка. Надо подумать. Весь, в конце концов, посредством с народом. Пасно вспомнили. Народ уже посоветовал. Читаем. Читаем. До каких пор семейство доброгласовых будет видеть себе уютное гнездышко по семью, по Сеню? Клопа, подвезеброжелатель. Да. Бойки у нас народ. Ну что, еще что-то? Какой же я невидимка, меня ж видно. Это дело поправимое. Как это? Есть один способ. Открой, бабки! В чем дело? Тут к тебе и с Клопа пришли. Ага. Прости. Я так и знал, что за мной, в конце концов, пришли. А то уж я стал обижаться. Думаю, сидят там люди без дела. Не болтай ерунду. А? Не понял? У нас без дела не сидят. Так. Вот что, бабский. Да? Товарищ за мылом пришел. За каким мылом? Давай мыло. Никому ни слова. Мыло? Нету у меня никакого мыла. Их, козел бородатый. Твой мыло хуже будет. Нету мыла и не будет. А что за шум? Что здесь происходит? Рита? Да. А что вас удивляет? В таком виде? Не понимаю. Что за прозрачные намеки? Что не беспокоить, бабу стрелок? Почему вам не нравится мой вид? Открой, бабки! Открой, я местный квартир съемшек! Прозрачненький. Посмотри, кто к нам пришел. Такие люди. Минуточки, я только оденусь. Ну, как вам моя новая рубашка? О, как сидит. Сейчас еще брюки покажу. Все, Риточка достала. Ну, какая прелесть. Ну, просто вылитый иностранец. Я упиваюсь этим фактом. Как вылитые? Эх, они крутиты, моя Рита. С иностранцем шаршиней. А наплевать на иностранца с эйфелевой башней. Опа, опа, Америка, Европа. А на соседа бабского, да не даю обиду я. Будто заново родился. Все вокруг завидуют. Опа, опа, Америка, Европа. Пусть ругает о нас повсюду, что в науках отстаем. Опа, опа, Америку за пояс невидимками заткнем. Опа, опа, Америка, Европа. Сослуживцы на меня, как на святого молятся. Стать начальником большим и хочется, и колется. Опа, опа, Америка, Европа. Голлышом везде гуляют, только мне не стыдно. Никого не удивляй, ведь меня не видно. Опа, опа, Америка, Европа. Закажу теперь я в тело, в среде и мне злачные. Зачем уже ты, Растольда, жизнь моя прозрачная. Опа, опа, Америка, Европа. Ты мне вкуснадо найду. Рядовые клоповцы проникли с такой симпатией к невидимке, что вопрос о власти стал главным вопросом дня. Быть или не быть. Вот как сказано в книжке, которую руководство Клопа так и не успело проштудировать. Но интуитивно подчиняясь чувству самосохранения, Каин Доброгласов решительно шагнул навстречу неведомому. Да, чуть не забыл. Ты там приказ подготовь. А персональные надбавки за невидимость. Делаем. И суточные на весь срок невидимости. Ну, а как? Все готово. Ну, с Богом. От дурня и до гения, Что там, не говори. Тщеславны от рождения Все жители земли, Чтоб след оставить в вечности. Потомкам на потом На стенке имя бодчества Царапаем гвоздем. Здесь быващик. Здесь быващик. Здесь быващик. А теперь его здесь нет. Здесь бывайся, здесь бывайся, здесь бывайся И как оставил след Начертаны автографы в сортирах и дворцах Сгребем гранит истории, чтоб уцелеть в веках И сильные, и слабые, заслуженно или нет? При жизни жаждем славы мы, посмертно монумент Здесь бывайся, здесь бывайся, здесь бывайся А теперь его вздерстет Здесь бывайся, здесь бывайся, здесь бывайся Он веках оставил след Мы не умрем от скромности Пусть завтра, не сейчас Сдурев от невесомости Герой сойдет на Марс Он вынет гвоздь припрятанный И из последних сил На марсианском кратере Черкнет здесь Вася Бог Здесь бывайся, здесь бывайся, здесь бывайся А теперь его здесь нет Здесь бывайся, здесь бывайся, здесь бывайся Он в веках оставил след Здесь бывайся Перемены в руководстве Клопа происходили довольно часто Но всякий раз Клоповцы считали своим непременным долгом покаяться в ошибках прошлого Раскаяние это происходило в обстановке всеобщего подъема И сопровождалось дружными обещаниями и искренними заверениями Кто знает, грехи по талонам отпускает или в живой очереди Вы куда? Ваша школа еще вчера раскаемся Я здесь стояла Вот здесь стояла Мы вновь все раскаемся Стоял И давайте будем нарушать Вы давай Да, раскаемся Да, раскаемся Скажите, пожалуйста, как правильно написать? Проворовался или проворовался? Проворовался через О Ну сколько можно ждать в конце концов? Открывайте! Граждане Все раскаяния Надо подавать только на имя товарища Прозрачного Ну теперь они у меня по пляжу И братья, и вся их Клоповская родня Простите нас Если сможете Что с вами? Э, а вы-то тут при чем? Мы тоже родственники Как это? Чьи? Свои Мы супруги Так вы же в анкетах писали, что девица Скрывала? Все эти годы мы жили на разных квартирах Чтобы работать под дом коллектив И сколько же лет вы женаты? Двадцать лет Вот это да В церкви венчались И дети у нас есть Мальчик Вы его знаете Сынок Густя Первенец наш Ну ты старик доедешь Так Поздравляем всех А что у вас здесь происходит? Представляете Они все родственники О! И да вы только смотрели Сегидилия Карповна Вот чем надо было заниматься А вы что, тоже, что ли, где-то? Товарищи, в чем дело? Что вы здесь собрались? Давайте, давайте, быстренько, на улицу! Гревание! Гревание, товарищи! Только что получен последний приказ по Клоопу. Идя на встречу пожеланиям коллектива и вознаменования выдающихся успехов, приказываю. За проявленную безответственность Филюрина ЕК отстранить от должности невидимого. А товарища Доброгласова, Каина Александровича, назначить невидимым с выплатой подъемных в размере трех должностных окладов. Фодпись, исполняющий обязанности Авель Доброгласов. Они там что, с ума сошли? Как это меня отстранить от должности невидимого? Без меня не начинай! Восторг, вosторг! Восторг, вон exact boss! Без тебя... Без тебя, в Ask... Восторг мне, этот он в архив. Даже лишь... НОВДИВЕНИЯ ЕК отстранить отлично. Выставка! Комантован! 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 Да! Тихо! Никаких поздравлений нет! Танщик Егора Карловича Прозрачного всегда отличала личная скромность, принципиальность, простота и удивительная чуткость! И куда бы его не послали, он повсюду прочно пронес гордое имя Клоповца! Товарищ! Товарищ! Нам всегда будет не хватать тебя, дорогой Егор Карлович! Ну конечно, вот он я! Давай к нам! Егор Карлович! Сигай вниз! Что значит сигай? Он же не макака какая-нибудь! Вот ты, Егор Карлович! Егор Карлович! Прошу! Ну что еще? Ну кто? Да ладно, Пташникова! Сюда! Подсоби! Да ну неудобно! Ей по блюде смотрят! Егор! Поставляй! Майна! Майна! По малу! Я же в году собирал! Егор! Сигай! Очки! Эй! 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 Я понимаю! Спасибо, товарищ! Не возитесь, не возитесь! Давай! Егор! Держи! Оп! Понти! Скорей! Гениальный кадр! Снимай давай! Ну теперь-то я тут хоть сто лет простою! Я убиваюсь этим фактом! Люди! По старой дружбе дай автограф! Только смотри, чтоб как у Чаплина не получилось! Не волнуйтесь, как у Чаплина не получится! Снимай, снимай! Товарищи внимание! Объявляется сбор связь на памятник невидимому! Прошу! Незавиденному! Сослужилцу! Очки! Пташниковых! Господи! Что же делать? Господи! Что же делать? Перестаньте нервничать! Вы же партиец! При чем здесь партиец? При чем здесь партиец? При чем здесь партиец? Дело что делать? Дело пришить! Какое дело? Какое может быть дело, когда нет... Господи! Дело! Нету тела! Нету тела! Есть дело личное! Вот! Филюрин Е.К. Год рождения! Национальность! Отличное дело! Ну не тяни ты душу-то! Любому человеку, если хорошенько покопаться, можно пришить что угодно. Левый уклонизм, правый оппортунизм, волонтаризм, родственники за границей. Милая интеллигенщина, но самое главное... Что? Аморалка! Против нее никто не мог устоять. Что это? Это наше грозное оружие возмездия. Одиссайн, разоврагь! Hand, разовраги! Кх-х-х! Пусти за меня! Пусти за меня! Я ему сейчас сверну сыну! Чеха... Чеха... Выпускайся... А-а-а, я его убью! Пустите, я его убью! Развратите, завратите! Развратите, как он меня любит! Поговорим, как мужчина с мужчиной! Эй, развратите, смотри, рога не обломай! А-а-а, медленный штук! Шакаянин убит тебя! Я-а-а, медленный штук! Это снимать не надо! Это не типичное! А-а-а-а! Либеральничный! Ну что, спец буржуазный, надежность гарантируешь? Стравил меня, понимаешь, в авантюру! Обещаете! КПД выше единицы! Тихо! 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 Смотри у меня! Если что, шкуру спущу! А-а-а! Разболтался! Кончай давай его! Завидую я вам! Еще немного, и вы будете в будущем! В гробу я видал твое будущее! Это у тебя все мыло вонючее! А сейчас бы сидел бы в лопе! Вот, бега, ударился! На тысячу лет! Что я там делать-то буду? А-а-а-а! Садитесь! И пристегнитесь ремнями! Зачем на тысячу лет? Достаточно на шестьдесят, семьдесят! Другой разговор! Там мне дело найдется! Да! У тебя трешки! Не будет на первое время? Вот рубль только! Ну что ж, давай сколько есть! А это тебе что? А это передайте! Там сами разберутся! Хм! Генеральному конструктору... Совершенно секретно! Но это не по адресу! Вот так! А генеральному можно оставить! Ключ на дренаж! Готово! Готово! Встретим! Даю вам разный счет! Пять! Четыре! Давай! Два! Один! Ускорай! Молей, колей! Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. А что я? Я теперь видимый? А мне теперь что делать? Я снова видимый! Я такой, как все! Ну вот и слава богу, ничего страшного не произошло. И Клоп выстоял, и пьедестал снова ждет своего героя. Если неудержимая фантазия бабского не обрушит на голову пищеславцам новые испытания, они доберутся до светлого будущего без лишних волнений и тревог. И без всякой машины времени. Куда же они денутся? Давай поговорим о вечном обушке. Она ведь есть, хоть мы ее не видим. Давай поговорим. И может быть уже, мы завтра даже мухи не обидим. Поговори со мною по душам. В полголоса спокойно, не спеша. Поговори со мной. Поговори. Жизнь, если честно, все же хороша. И до того, как отлетит душа, Поговори со мной. Поговори. Давай поговорим. Зачем земля крыла? Что есть любовь? Куда уходят деньги? Давай поговорим. Откуда столько зла? Ведь добрыми рождаются все дети. Поговори со мною по душам. В полголосе спокойно, не спеша. Поговори со мной. Поговори. Жизнь, если честно, все же хороша. И до того, как отлетит душа, Поговори со мной. Поговори. 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 Чай в чашку разольем. Намажем хлеб вареньем из черешни. Поговори. Поговори. И может быть по имену, Что бестолково прожит день вчерашний. Поговори. Поговори. В жизни, если честно, все же хороша. И до того, как отлетит душа, Поговори со мной. Поговори. 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 Продолжение следует...